Добрый день, Владимир Владимирович! Сегодня наша встреча проходит в праздничные дни. Вот впервые, наверное, во время нашей беседы сзади у нас нарядная елочка. Но давайте начнем нашу беседу вот с такого вопроса. Какие слова молитвы нужно говорить при входе в храм, спрашивает наша телезрительница. Ну, молитвы разные читаются, это уже зависит от привычек человека, его воспитания. Но самая простая молитва – Божия, милость, будь ко мне грешному. Так рекомендуют священнослужители опытные, когда перед входом в храм, трижды перекреститься и с этой молитвой поклониться храме тем, кто стоит в храме. Потому что важно с мирным духом входить в храм и с благовением, чтобы получить пользу. Подскажите, как узнать, какая икона является чудотворной, чтобы перед ней молиться об исцелении? Вот такой вопрос телезритель задает. Ну, я бы, знаете, что сказал? И сам я освящал иконы. Есть молитвенное освящение икон, и там в этой молитве священнослужитель просит, чтобы икона обладала даром чудотворения. То есть каждая икона, правильно написанная, она имеет это свойство. Но не каждый человек имеет такую веру, чтобы, помолившись перед этой иконой, получить просимое. Чем вот, ну, как общеизвестные иконы отличаются, вот, например, даже Жировицкая, то, что о ней слава, как о чудотворной иконе. Человек слышит, что она чудотворная, проникается верой, что это действительно так. И когда уже с верой просит, получает просимое. Конечно, если не во вред его душе и жизни, просьбы ведь тоже разные бывают. Поэтому вот в чём секрет. Нужно, в первую очередь, простить с верой. А те иконы, которых мы не знаем, что они чудотворные, мы им даже можем, как говорится, даже и не поклониться им, не приложиться, и ни пользы не получить. В конце концов, не сама же икона исцеляет, а всё-таки... Сыряет Бог по ходатайству Божией Матери или того святого, к которому обращаются. Но в любом случае сюда надо идти с глубокой верой. Да. Можно ли отмечать 7 января свой день рождения, если родился на Рождество Христово? Такой необычный вопрос. Ну, я считаю, что можно, но в первую очередь надо помнить, что это день рождения твоего небесного Отца, Бога, ставшего человеком. И как бы это на первый план ставить, будет, я думаю, греховно, если человек забудет об этом и начнёт только отмечать свой день рождения. Дело в том, что этот вопрос задал человек, который обращался к священнику, и священник сказал якобы, что нельзя в этот день. Ну, по-разному. Да, ведь разумным будет, что, конечно же, в первую очередь постить... Да, на службу. Как ведь правосланы отмечают, правосланы, я не говорю, все люди, сходить на службу, подготовиться перед ним, попаститься, помолиться, поисповедиться, причаститься. Ну, и если позволяют, как говорится, возможности как-то в семейном кругу, в кругу близких как-то скромно отметить. Вот это будет негреховно. А если до поросячья визга напиться, подраться, да ещё ножом парнуть кого-то, ну, так это в любой день так нельзя отмечать. Как защитить себя от злобы из глаза? Средство очень простое. Во-первых, нужно почаще себя ограждать крестным знамением. Во-вторых, не допускать гнили в своей душе. Потому что, вот мы замечаем, допустим, если какой-то продукт портится, там, мошки заводятся, мухи, там, ну, и всякие, черви. То есть, когда они заводятся, когда продукт начинает гнить. Вот так и душа наша, когда начинает собираться там много грехов, и особенно грехов тяжких, грехов смертных, она начинает загнивать. И на эту душу летят вся нечисть. То есть, всё к ней липнет. Чтобы этого не случилось, нужно, вот, в наше время подвижники, учителя, церкви советуют раз в месяц исповедоваться, причащаться. То есть, жить по-христиански, не грешить, особенно избегать смертных грехов, тогда ничто не пристанет. Но если будем жить АБК, то тут уже, конечно, не защитишься. Ну, знаете, тоже по-разному можно подходить, как бы, мысли святочных дней. Конечно, сейчас уже век, как говорится, новых технологий и другой образ жизни. Но когда устанавливали эти дни, в основном же люди были крестьянами, рабочих-то было, почти ничего не было. Это где-то в 19-20 веке появился такой класс. Допустим, крестьяне летом работали чуть ли не круглые сутки. Поздно ложились, рано в 3 часа в 4 вставали, трудились целый день. А уже зимой они, ну, естественно, темно, спали чуть ли не целыми сутками. Вот эти святочные дни установлены для того, чтобы в эти дни можно было проведать и своих родственников, особенно больных, там, престарелых, помочь им что-то, радость принести, какой-то подарок о Христе, песнопение рождественское спеть. То есть, вот, человека опрободрить, поддержать эти дни. В эти дни особенно церковь предлагает, рекомендует совершать добрые дела. Ну и сейчас, особенно, повторюсь, в сельской местности, это время затишья, таких всяческих сельскохозяйственных работ. Поэтому, вот, христиане стараются в эти дни какие-то добрые дела совершать. Ну, а если уже, если человек пожилой, допустим, он даже дойти никуда не может, чтобы праздно сидеть или телевизор смотреть, или в интернете сидеть, это гораздо лучше, каким-то рукоделем. И тоже, ведь можно кому-то носочки связать, подарить. Доброе дело. Доброе дело будет. Тут только можно приветствовать это. Как объяснить, Владыка, что многие люди совершают серьезные грехи, заведомо зная, что за это будут наказаны их дети? Ну, здесь, конечно, объяснить просто можно. Человек, когда заболевает, заболевая тяжелой болезнью, он знает, что его ждет впереди смерть, и, возможно, быстрая смерть. Но он ничего изменить не может. Грехи тяжелые – это уже симптомы смерти, приближения смерти. Ну, вот, смотрите, если, допустим, человек увлился наркотиками, он уже ведь не сразу к этому приходит. Нет смысла жизни. Нет духовности. Нет какой-то высокой цели, к которой бы он усиленно стремился. Вот, а бесцельность и бессмысленность в жизни допускает сначала где-то. Выпил, курил там, и потом, кажется, легкий наркотик, потом уже тяжелый. И вот так вот человек постепенно, хотя бывает быстрее, бывает медленнее, заболевает этой страшной болезнью. И уже хотел бы человека бросить это, и действительно он знает, но он не в состоянии. Потому что это болезнь. Болезнь души, болезнь тела, которая приводит к смерти. Она уже, как человек вот летит там с горы, да, знает, что разобьется, а что он может сделать? Конечно, мы можем сделать, каждый из нас, и каждый из тех, кто попал в эту болезнь, пока на земле, нужно знать, что Господь каждого ждет к себе. Нет греха непростительного, учит церковь, кроме греха нераскаянного. И не случайно, вот если кто читал Евангелие там, свидетельство о том, что в примере того, что самые такие отчаянные, как говорится, и презираемые в обществе грешники получали до Господа прощение, и первым кто вошел в рай? Бандит. 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 Но который претерпел страшные муки, который не возроптал на Господа, сказал достойно по делам нашим получаем, помяни меня, Господи, во Царствие Твое. Вот. То есть, вот кто, так и человек, который даже в тяжелых грехах находится, нужно, как говорил один из подвижников 20 века, даже совершая грех, не стыдись обращаться к Господу и вопи Господа, видишь, что я делаю, помоги мне. Если это будет действительно искренний вопль, то Господь найдет средства остановить и помочь избавиться даже от страшных грехов. Но это, конечно, обороба и страдания. Я думаю, каждый встречался в жизни с такими людьми. Да. Сколько раз можно быть крестным или крестной? Такой вопрос учитель задает. Ограничений нет. Единственное, забота, конечно, крестного и крестного должна быть, чтобы они выполняли свои обязанности. Как говорится, не на бумаге было. Да, обязанности. То есть, в первую очередь, молились за своих крестников, во-вторых, старались наставить их. Сейчас, слава Богу, есть и книг много, и детских немало, чтобы и беседы какие-то были о добре, о Боге, о смысле жизни, книги, которые бы крестник читал. Вот о этом больше надо думать. Если даже один крестник, можно, как говорится, погибнуть, если навредить своей души, если ничего не делать. А может и 10-20 быть, но христианин и христианка делают все, даже что должна делать, и только будет награда великая на небесах. В чем истинный евангельский смысл события, получившего название праздника Сретения? Знаете, я бы сказал, что в Евангелии события, которые там описываются, они имеют, можно сказать, простым языком, несколько измерений. Даже человек, который читает Евангелие, не один раз читает, чем больше читает Евангелие, чем больше раз прочитывает, тем больше глубину постигает. И даже сравнивает Евангелие как океан, что чем больше погружающий, тем больше... Тем больше тайн и... Да, и надо, и, кажется, и дна не видно. Вот, поэтому, ну, самый простой смысл в том, что и за свидетельствами праздника Сретения, то есть, что это событие напоминает? По закону избранного народа, на сороковой день нужно было приносить ребенка в храм. Храм был тогда один на весь Израиль, назовем так. Хоть это и небольшая сравничная страна была, но все равно один храм был. Вот, и нужно было приносить и приносить жертву за ребенка. Вот, и, как говорится, представлять пред Господа. И когда Иисуса Христа принесли, то по вдохновению свыше, по наитию Святого Духа, пришел праведный Симеон, богоприимец, и пророчица Анна подошла. Они свидетельствовали об Иисусе Христе, что на землю пришел Мессия, Спаситель. В этом вот, ну, самый такой смысл, ну, первый смысл, может быть, и основной. Но так смысла много, ведь в Сретении сейчас установлен праздник, и это правильно, День молодежи православной. Вот, что все-таки Бог стал человеком. Вот, и задача для того, чтобы, есть такая крылатая фраза, для того, чтобы человек стал Богом по благодати. И вот, чтобы внимание молодежи обратить на это высочайший смысл и цель нашей жизни. Не бессмысленно прижигать время на дискотеках, там, в разврате, в пьянстве, на ракомании, а достигать этой цели, потому что мы призваны жить вечно. Но каково качество это будет в жизни? Или радость вечная, или муки вечные, то зависит от каждого из нас. Бог сделал все, чтобы мы жили в раю, в жизни вечной, в радости вечной. Но мы можем, как говорится, развернуться и уйти в муку вечную. Да, в свободу и в горы. Вот такой вопрос, Ладька, тоже, наверное, к сожалению, на сегодня злободневный. Как относиться к бездетности? Многие от этого страдают. Вы знаете, я как-то вот, когда еду на приходы, ну, как говорится, скорбь пронзает сердце, когда видишь, допустим, молодых девушек, это мода такая, не знаю, может, она уже прошла, но сейчас я реже езжу. Идет, и не только в жаркую погоду. Не прошла, к сожалению, мода, не прошла. Почки открыты. Все открыто. Да. И я сколько раз и критикую, и замечания делаю, и... Носят в руки в обтяжку. Не идиоты наши были предки. Если было положено, чтобы женщина носила платье, и девушке, чтобы это не сжимало все на их организм, чтобы они были способны к деторождению. А сейчас это, как говорится, мировое сообщество о нас заботится, чтобы сократить народное население земли. Такие моды предлагают. И бездумно стремятся к этому подражанию, вот этим одеждам таким, которые, как говорится, заведомо губят девушку, как мать. Делают ее не способны к деторождению. Не говоря о каких-то гормональных средствах, там, противозачаточных и так далее, и тому подобное. Все вот это приводит к этой страшной трагедии, аборты. Ведь там, как говорится, где нужно работать с пинцетами, работают топором. Это же сложнейшая автоматика. Человек еще, я не знаю, дойдет ли до этого, чтобы создать себе подобного. А Господь так устроил, что в утробе матери создается новая жизнь, сложнейшая жизнь. И когда вмешиваются, это же возмездие получается. И потом особенно опасно, вот когда первый, так сказать, ребенок, и делают аборт, и все, потом уже большая вероятность, и большая, очень большая вероятность, что уже будет женщина бесплодной. Вот это нужно, этого нужно, всячески вот этих вот, таких моментов избегать, которые приводят к бесплодию. И потом всю жизнь надо горько раскаиваться, оплакивать. Старость бездетная, беспомощная, в домах престарелых, и, ну, много связано с коребей, страданий. Но как христианин, ну, христианки относятся к этому, ну, сейчас же и разрешают усыновлять, удочерять. Да. Первое. Второе, что вот можно же ведь, ну, правильно сказать, что мы должны знать, что мы созданы для жизни вечной. Чтобы достигнуть жизни вечной, нужно делать добрые дела. Много семей, особенно многодетных, которые нуждаются в помощи. Если семья бездетная, то есть они, кажется, муж и жена работают на себя только, они могут совершать добрые дела, если уже не решаются усыновлять, то помырать надетым, чтобы в вечности быть Господом, жизнь вечную наследовать. И когда, ну, а сколько таких примеров, когда вот помырали, такие активные женщины бездетные, у них они как матери были, у них столько, это те же учителя, допустим, они с ним же большим почтением относились и в старости, и успокаивали их, ну, в таком смысле, что досматривали с любовью, за честь считали. Ну, теперь же дома семейного типа, знаю, вот несколько семей, которые с любовью относятся к чужим деткам, как к своим. Пожалуйста. Пожалуйста, видите. Почему христианину нельзя участвовать в Хэллоуине? Ну, это контакт с темными силами. Есть, к сожалению, примеры, когда тот, кто это затевал, даже с ума сходили, знаю. Вот вчера буквально мне рассказали случай, где ты был в соседнем районе. Потому что, повторюсь, это контакт с темными силами, если человек добровольно их призывает, они тут, как тут, вот, и могут являться в таком видимом для нас, для наших глаз образе, вот раз человек их призывает, и, а их вид очень страшный. И человек сходит с ума, действительно, когда увидит эти страшные существа. Вот такой вопрос. Я верующий, муж Бога не верит. Поставил перед выбором или семья, или церковь. Что мне дело, спрашивает еще молодая женщина? Ну, вопрос, конечно, непростой. Да. Но, если она верующая, искренне верующая, то она должна знать, что на земле она должна подготовиться к жизни вечной. Если муж ставит вопрос, что ты должна жить без Бога, то ради чего вопрос возникает? Ради того, чтобы тут несколько лет пожить, и жизнь на земле не бывает безоблачной, без страданий, во имя чего все это. Все равно эта семья распадется, если она выберет мужа, семью, потому что она должна будет все его прихоти выполнять. Ведь в семье должно быть, как крылатая фраза, совет вам до любовь. А если муж будет тиранить, сколько она выдержит? И от Бога отречется, будет предательница. В конце концов, и от семьи отречется. И от семьи отречется, и смысл жизни потеряет, и что она приобретет. Поэтому, конечно, апостол Павел советует, если муж согласен, не верующий жить, то живи. Если он не согласен, требует жить по-язычески, по-другому быть не может, или с Богом, или без Бога, третьего не дано, то, значит, нужно тогда уходить от такого мужа. Вот необычный вопрос. Хотя такой вопрос был, я знаю, что вот в нескольких фильмах. Будет ли благородством воровство ради спасения жизни? Конечно, неоднозначно. Наверное, однозначно тут не ответишь. Наверное, какая-то конкретная ситуация. Но вот среди молодых людей проводили опрос, вот такой специальный тест, вот что бы вы, пошли бы вы на воровство, например, дорогих лекарств, когда их купить не за что вам было, а ваш близкий человек страдает, а его спасти может только это лекарство. А все ответили, кстати, не все, но большинство ответили, что они бы воровали. Вы знаете, здесь ведь нужно немножко дальше посмотреть, что воруется и какие последствия. Допустим, воровали, милиция поймала, тюрьму посадили. Да? Но бывает так, благородство это или не благородство. Вот, конечно, почему ведь и суд есть, который оправдывает или, как говорится, заслуживает. Допустим, благородство или нет благородства. Если две почки, и твоему близкому надо отдать вторую почку. на благородство, но ты рискуешь. Так и здесь, в первую очередь, даже если не поймают, воровство это ведь грех. То есть это ты, ты, который ворует, он приобретает микробов. Заболеть ему. Большой риск заболеть. Заболеть болезнью воровство. Это тоже болезнь. И люди, которые вот эту болезнь приобретают, они же потом не могут прожить, чтобы не уворовать. И не зря народы говорят, вореват начали с иголки. Но уворовав, а потом вот даже случай описывал, даже среди монашеской среды, четвертом, пятом или шестом веке, я не помню, тоже вот в монастырь поступил человек, который привык воровать. И тоже, может быть, были благовидные причины, как и в Библии говорится, что простительно то, или менее осуждаемо то вороствок, что если человек крадет ради того, что ему нечего есть, он голодает. Ну вот, что там за причины не говорится, но человек привык воровать. И его и так, и так убеждали. И он пришел к игумену, говорит, ну вот воруй, ну ты жрек, ты вредишь своей душе. Говорит, а почему ты воришь? Ну вот мне еды не хватает. Ну вот приходи, говорит игумен, ко мне, как захотел есть, вот берешь, сколько тебе надо ешь. Прошло время, опять говорит, воруй. Ну ты же ешь, все, почему ты воруешь? Ну не знаю, ну а ты что хоть делаешь? Говорит, прячу под подушку, а когда спортится, отдаю ослу. Это болезнь смешно, но кто приобрел эту болезнь, это страшная трагедия. Ворит, царствие Божие не наследует. То есть, это мы так, как относимся легкомысленно к своей вечной участи. А когда там, вот так раз, статья закона, а ведь бесы стараются подвести ту или иную статью, чтобы когда мы пойдем к Богу, иметь на нас свои права, не пустить нас туда. Все. Ворит, царствие Божие не наследует. Поэтому, конечно, если это одноразовый случай бывает такой, ну действительно, то, ну и человек кается, он тогда покаянием, оно как говорится, иммунитетом, он не заболеет этой болезнью. Но если он начнет воровать, и это войдет в систему, то все, он потерял свою жизнь и вечную, и временную, потому что воров тоже ведь, сколько случаев, рассказывали тоже техниками, какой-то двигатель украли, вот, посадили на два года, так как говорится, мороз по коже, вот человек, а вышел из тюрьмы, все боятся, все же на работу брать, а когда сейчас, как говорится, безработица, и что тогда, всю жизнь свою сломал, вот такой легкомышленный шаг, то есть, конечно, здесь, ну там, это ради, как говорится, лекарства, которые очень необходимы, но может быть, у нас голова не для того, только что шапку носить, а подумать, раскинуть мозгами, может кого-то попросить, может быть, кому-то обратиться, избежать этой болезни, беды, это будет более благородно. Я хочу быть актером, сниматься в кино, говорит молодой человек. Друг верующий сказал, что профессия актера – грех, так ли это? Ну, нельзя говорить так категорично, что грех, но если судить по большинству фильмов, которые снимают, ну, взять эти вот Голливуд, так называемый, знаменитый, и какие задачи ставить? Ставиться, чтобы человек мог, комфортно убить время. То есть, вот ему интересно, весь во внимании, ну, и плюс какой-нибудь вирус подхватить. Смотрит, как наркоманы развлекаются, или ещё, как убивают, направо-налево, блудят, а потом героями становятся. И человек, смотря этот фильм, он старается подражать своему кумиру-герою. Вот в чём самая, назовём, греховность этой профессии, в том, что большинство фильмов, они как раз задачкой ставятся, что был фильм интересный, завлекательный, ну, и так, как, подспудно, чтобы человек приобрёл какой-то вот навык греховный. Фильмы, которые норовоучительны, они как-то не очень-то популярностью пользуются, это люди уже целеустремлённые, на них как смотрят, а так, ну, скучно вроде, эти норовоучения, тогда не будет заработка, тогда, и вот такое большое, большое искушение для актёра, хотя это непростая профессия, это большие таланты нужно иметь, чтобы быть актёром. Поэтому, народе, семь раз отмерь, а один раз отрежь, надо крепко подумать. Можно ли слушать нехристианскую музыку? Как определить, а где христианская музыка, а где нет? А какую музыку, Владыка, Вы посоветовали бы лучше слушать? Ну, я бы посоветовал, естественно, духовную музыку, и сейчас великое разнообразие, даже, ну, молодёжи не надо говорить, как пользоваться интернетом, они любого научат, и при желании, столько песнопений, и со смыслом, и с глубоким. Да, не так, как сейчас микрофон хватил, и два слова, одна фраза, и пошёл, и пошёл. Я пришёл, ты не пришла, а я пришёл, ты не пришла. Всё, без смысл. Без смысл. И я, когда, ну, уже стал наместником, так, по должности надо и бывать в разных местах, и вот увидел такое, вернее, услышал по телевизору такую песню, вот сначала один начинает, потом там несколько человек, потом уже целая группа, я пришёл, ты не пришла. И вот идёт, и что вот, но это ещё безобидная песня, без смысла глубокого, без смысла даже и неглубокого, а ведь есть песнопения, которые, послушав нашу молодёжь, выходят, значит, с этих залов, и начинают всё крушить на своём пути. И это реально, если мне один мэр жаловался, говорит, не впеваем скамейки ремонтировать, заборы исправлять, ну так вот, как быть, это потому что… Получили заряд. Да, получили заряд, но это ещё не всё. Человек ведь получил заряд не на одну минуту, это песнопение, песни, они же ведь, ну, создают как бы фон жизни, они человека направляют, или на добро, или на зло. Я думаю, что не случайно, допустим, в советское время, там, ну, чтобы это, когда трудились, и трудились песни, даже не советские, а и до революции, ведь песнь помогала, песня нам жить, жить и строить помогает, как-то вот так вот. Когда такие разумные, а когда вот такие вот демонические, с демоническим зарядом, и потом всё крушат на самом пути. Да. Уничтожают, таким трудом созданное, а потом говорят, а что ж такое, почему мы трудимся, трудим, и такие бедные. Вот одна из причин. Да. Вот, завершим беседу. Вопрос, который немножко перекликается, который мы уже говорили, как защитить себя от злобы из глаза. Так вот, один знакомый сказал, что увидел магазин в Слониме с названием «Оберег». В том числе, там есть и иконы. Вот как к этому относиться? Ну, и знаете, сейчас рыночная экономика, в Беларуси, ну, может, не так она процветает, но люди, особенно без принципов, стараются продавать всё, за что покупают. Спрос рождает предложение. Но как к нам, к оберегам, относиться, это чистое язычество, такое примитивное, допотопное, но все средства хороши, темные силы, лишь бы оторвать от Бога. Пусть там какую-то нитку человек верит, там ещё во что-то, только бы не к Богу обращался. Поэтому он и помогает, когда, или не мешает, по крайней мере, пакостей не делает. Когда человек навязал красную нитку, и вот счастливый ходит. Ну что ж, дай Бог, чтобы каждый из нас стремился всё-таки к истинному счастью и шёл по пути том, который когда-то указал Господь. Помоги, Господи. Звучит песня. Субтитры создавал DimaTorzok